Итак, друзья, всем утречко, начинается пятый, кажется, день уже. В общем, неделя на светофоре продолжается. Я пытаюсь кушать хорошо, вкусно, закупаюсь только в светофорах. Сегодня мне никуда спешить не нужно было, я выходной, поэтому я с утра вообще не ем никогда, когда у меня выходной. Так, перекусил немножко, и сейчас я уже приехал, опять же, в светофор. Потому что в комментариях мне написали, Серега, маяк, это не светофор. Да он больше маяк, чем светофор, ну то есть, немножко другой формат. Хотя владелец один и тот же, ну знаете, для чего это сделано? Во-первых, светофор уже стал именно лицательным, поэтому вот, пожалуйста, не хотите ходить в светофор, идите в маяк. Есть еще вторая причина, почему маяк и светофор, разные названия. Ну вот представьте, вот у вас стоит в одном месте два светофора, один побольше, другой поменьше. Непонятно. Тут все понятно, вот маяк, а вот светофор. Ну вроде, логично? Логично. Короче, пойдем в магазин, иду в светофор. Так, ну пойдемте, я вам покажу сейчас эти сосиски, а колбасу, которая дешевая, новая, по 100 рублей, похожая на украинскую, которую все берут. Ассортименту, конечно, да, в маяке побольше, хотя здесь тоже свободного места, смотрите, пустой холодильник, две позиции, тут тоже можно было бы выложить тесто на весь холодильник. Что-то я не вижу этой колбасы, разобрали что ли уже? Такая круглая была, дешевая. Нету. Ну вот в светофоре жалко, да. Нету овощей совсем. Потом, смотрю, что-то завезли новое. Помидорчики, которые я бесплатно, помните, зимой брал. Помидорчики. Слушайте, а реально вкусные. Да. Прям помидоры, да? Выбираем. Я прям попробовал сейчас один. Хороший вкус. А совсем не кислый. 200 рублей стоит. Ну вот мягкие, конечно, попадаются. Ну, давай, сколько выбирай. Так, я набрал себе. А здесь, чтобы супчик сварить, давайте возьмем вот такую штуку. В маяке всегда есть картошка, лучок, разные овощи. Здесь нет ничего в состафорах обычно. Поэтому давайте для супчика возьмем вот таких овощей. Фруктовый микс. А, вот, 124 рубля за килограмм овощи. Завезли кижуч. 430 рублей стоит уже без головы. Потрошенный. Стоит прям на палете с газировкой. Хорошая рыба, кстати. Смотрите, совсем не помятая. Взять, не взять. Вроде хочется. И колется по 400 рублей, в принципе, недорого. Пойдемте лучше мясо возьмем. Мясо. 199 рублей стоит за килограмм. Прям тушки. Хорошие, кстати, свежие. Смотрите, кусок какой еще прям не обведался. Такую сейчас выберем. Такой-то хороший. О, шикарный кусок. Пока нес мясо, заметил, там еще больше рыбы принесли. Такие прям огромные тушки. Сейчас пойдемте обратно посмотрим. Ну уж очень хочется взять красные рыбки. Шикарная какая. Вот она какая красота. Смотрите. Ну уж очень хочется взять за 400 рублей. Все-таки красная рыба все-таки, да? Очень вкусно выглядит. Тут возьмем. Сколько интересно будет висеть. Шикарная рыба. Даже без головы за 430. Без внутренностей. Шикарно. Возьму вот такие сливки еще. Мне вроде в комментариях писали неплохие. По 92 рубля. Десятипроцентные. Такие вот возьму. Кстати, хорошая лапша. По 50 рублей она стоит. Ценник с той стороны. Нормальная лапша. Она большая. Вот эта китайская. И вкусная. Знаете, я в прошлый раз вам показал, какие полы в светофоре. Вот здесь более-менее, кстати. По этим полам, которые разбиты, и очень неудобно рохлю катать. Видите, он и так еле едет. Рохляет вот такая вот тележка. Вот полеты перекатывает. А когда они разбиты, тут нереально просто проехать. На завтрак. Возьмем на завтрак. Вот такая штука, кстати. Отличная вещь. 92 рубля стоит. Полкило. Вот такие взял с бананом. На завтрак самое то. Со сливочками поедим. Это я беру для местных. Настя сказала, будешь в светофоре, возьми нам тоже побольше. Печеньки, кстати, нормальные. Возвращение легенды. 96 рублей стоит про чипсы. Кто помнит такие чипсы? Сколько здесь? 150 грамм. ДВшные чипсы. Да, вот видите, КДВ написано. КДВшные чипсы в чижике за 250 грамм стоят 150 рублей. То есть, ну, то есть в чижике дешевле. Вот КДВ написано. Это производитель всяких вкусняшек. Вы меня спрашивали, что за КДВ. Я всегда говорю, КДВ. Вот, КДВ групп. Интересная какая-то баночка. 150 рублей стоит. Фихуа. Вот у нас не растет этот фихуа. Ну, очень ароматная штука, я знаю. Попробуем? Давайте попробуем. Вот это интересная новинка, кстати. Я вам сейчас не показываю хостовары, но это просто интересная штука. 500 рублей всего рюкзак стоит. С USB-выходом. Лянки широкие. Там пародия на тот рюкзак, который у меня, дорогущий. Очень легкий рюкзачок. 500 рублей всего. Хорошая штука, кстати. За такие деньги. Вообще копейки, считай, для рюкзака. Ну-ка, а USB-выход есть, да? Вот, провод, не муляж. Интересно. Так, все, я закупился. Сразу ценник на рыбу. 1000 рублей. Это за 2 килограмма 300 грамм. Нормально. Такая закупка. Итак, возвращаюсь я домой. Рыбу перекладываю в холодильник. Завтра ее буду готовить. Пусть размораживается мясо. Вечером сделаю. Сейчас хочется чего-нибудь такого легкого, потому что жарища уже. Поэтому давайте сделаем супец. Кстати, суп я давно не ел, уже пятый день получается. Я все без супа. У меня еще оставался вот такой огрызок ножки. Его сразу закидываю в кастрюльку. Там растительное масло уже разогрелось. То есть, я вначале обжарил эту вот, как бы, ножку. Потом добавлю овощи. И уже после воду. То есть, здесь уже все готово практически. Овощи уже красиво нарезаны кубиком. Вот, идеальный супец получается весенний, красивый. Зеленушкой украшаю еще сверху. Пожалуйста. Приятного аппетита. Жалко хлеба нет. Сейчас тоже сделаем. Лучше кекс сделаем. Да можно и хлеб, и кекс сделать. Понятно, значит, прозрачные какие-то кубики. Все кубиками. Вот. Но это не картошка. Это... А, это кабачок. Кабачок, оказывается. Ну, такой простенький супец. Жирненький, кстати. Бедрышка хватило. Костей. Дорчики, кстати, вот эти вот попадаются прям шикарные, а бывают немножко кислые. То есть, тот, который я в магазине съел, он был просто шикарный. А вот так вот берешь некоторые, они прям кисленькие. То есть, нужно было повыбирать. Я и так повыбирал, но вот видите, они которые белые, они явно недозревшие. Едобно, конечно, но вот эти вот, которые красные, у него овощей не хватает просто. Хочется, хочется овощей побольше. Вот видите, у меня и супец, у меня и супец овощной. Готово. Шикарный был супец. Нужно сделать кекса. Нам для кекса нужны яйца. Но яйца у меня свои. Они в Сизофоре продаются, но я же не буду покупать яйца, которые у меня и так здесь, в принципе. Поэтому я схожу за яйцами сейчас. Вот, пожалуйста, свои перепелиные яйца. Свои в хозяйстве всегда пригождаются. Своё натуральное хозяйство всегда хорошо. Но если это ещё и своя электроника, то это вообще замечательно. Я горжусь, что в нашей стране есть люди, способные создавать электронику на уровне топовых западных брендов и с адекватным ценником. К примеру, тюменский Илон Маск и его наушники CGPods от компании Case Guru в лобовую конкурируют с яблоками и опережают AirPods по заинтересованности пользователей. Forbes отметили, что Case Guru имеет возможность быстро отвечать на потребности россиян и делают это. CGPods по качеству сравнимы с Apple, а по функциям превосходят в 4 раза дешевле яблок и чуть дороже бюджетных Xiaomi. Функция не придумка маркетологов, а железнобетонный факт у CGPods самый большой в мире динамик 10 мм. Антропометрически выверенная форма. Наушники не жмут и не давят и не выпадают. У наушников CGPods Air 3 динамик 12 мм. Они превзошли даже самый большой динамик и поставили новый рекорд. CGPods X с самым прочным кейсом в мире. Держит нагрузку в 220 кг, плюс наушники обладают влагозащитой. А у такой модели CGPods Air Pro микрофон такой же, как у яблочек, с кристальным объемным звуком. Сканируйте вот этот вот QR-код на экране, переходите по ссылке. Там вас ждет промокод SEREGA на скидку 200 рублей. Готовить я буду вот в такой штуке, то есть не в духовке, а то и так жарко сейчас. Поэтому прям сюда яички. И яичко какое. Может попугайчик залетел с него. Хотя нет, попугаев тоже такие большие. Яичко маленькое. Что-нибудь есть там, нет? Давайте вот столько примерно сахара будет. Люблю сладкий кекс. Так, это дрожжи. У меня в хлебопечке есть такой специальный отсек, куда можно засунуть начинку. И она потом высыпется. Но я хочу, чтобы много было начинки, поэтому я сейчас это все поставлю. А потом уже нарежу абрикос и кину. Муки, ну, где-то вот столько. Блин, ложку забыл там в прошлый раз. Знаете, как хирурги забывают что-нибудь? Я тоже вот прям вот так вот нарезаем. Надеюсь, что-нибудь получится, нет? Рецепт экспериментальный. Я ни разу так не пробовал делать. Ну, сейчас проверим. Если получится, то записывайте. Итак, кекс у меня почти получился. Если бы я раньше бросил бы курагу, то она бы замесилась. Но я курагу забыл и бросил уже так, когда вспомнил. Поэтому у меня она осталась где-то здесь вот по бокам. Сверху, а в середине ничего. Однако он вкусный. Я его точно съем. Курага поджарилась. Выглядит как ежик такой прикольный. На ужин я хочу приготовить что-то сытное. Потому что весь день был разгрузочный и легкий. Сейчас уже хочется прям наедаться. Хочу приготовить сегодня без троганов. Для этого самый постный кусочек вырезаю. Далее на примерно кусочки толщиной 2 сантиметра поперек волокон. И немножко молоточком так прохожусь. Нарезаю на тонкие полоски. И нам еще потребуется один лучок. Я люблю лук, поэтому большой лучок беру. Лучок нам нужно порезать тоже тоненько. Теперь достаем муку. Я в муку сразу добавляю соль и перец. И туда все мясо сбрасываем, перемешиваем. Лишнюю муку откидываем. И на сковородку, там масло уже разогрелось, жарим на максимально сильном огне. Мясо не трогайте до того момента, пока оно не поджарится с одной стороны. Потом переворачиваете. И вот так повторяете пару раз. Смотрите, вам понравилось. Если нравится, как оно зажарилось, тогда можно кидать лучок. Закидываем лучок и готовим, пока не приготовим. То есть пока он не станет прозрачный. И такой примерно одного цвета с мясом. Что нам остается? Только добавить сливки. У меня вот такие 10%-ные. Можете взять сметанки и добавить еще воды. Ну и я вот эти сливочки разогреваю в микроволновке, чтобы они не свернулись. И на сковородку. Ставим на самый маленький огонь. Ждем 20 минут. И получается вот такая вот вкуснотища. У меня здесь еще гречка. Сверху мяско. И зеленый лучок. Надо, кстати, вот это тоже доесть. Это жесткая спаржа. Морковка, которая вообще не по-корейски. Просто чуть сладенькая, но она вообще не по-корейски. Не острая, не маслянистая, никакая. Но это тоже надо доесть. Все-таки как никак овощи какие-то. Ну, съедобно. Налетай. Налетай, побеждает. Гречка. Свиной без строганов. Почти вкусно. Было бы вкуснее, если бы здесь было бы сливочный вкус. Но сливки совсем не жирные. Не знаю, что это такое. Ну, не хватает. Сметаны нет. Сливки не сливки. Штофоли. Общая оценка у всего этого. Твердая четверка. Прям нормально. Заканчивается пятый день. Ну, хоть разнообразие какое-то есть. У меня еще рыба. Завтра ее сделаем тогда. Может засолить. Или стейк сделать. Не знаю. Кижущий я ни разу не пробовал. Что-то рыба такая. Ну, сейчас попробуем. Вот селедку красную я пробовал. Красная рыбка продавалась. Такая тема. Это оказалось селедка просто крашеная. Все, ребят. Переключаемся на следующий день. Сейчас я кусок этого поем. Чай попью уже перед компьютером. Поехали. Шестой день. Переключаемся. Так, всем большущий привет. Начинается шестой день. У меня на завтрак будет уже все готовое. То есть, ничего готовить нам не придется. Это мюсли. Это сливки. Это завтрак. Предположительно действует организм. Это усиление перистатики кишечника. Отлично. Действительно запеченные мюсли. Здесь много таких воздушных шариков. И даже вот цукаты есть. Гадость вот эта вот называется изюм. Ну что, хотите очередную историю от Сереги услышать про изюм? Я сейчас вспомнил. Короче, шли голодные 90-е годы, так скажем. Это было действительно прикольно. Потому что все было паталоном одно время. А сам прикол, знаете, в чем? Когда дети спрашивают, я спрашиваю, а что это за талоны? А что так? Как, почему? А почему так? Почему ваучеры эти? Взрослые сами ничего не понимали. Потому что никто ничего не понимал. Ну, обычные люди, никто ничего не понимал, что происходит. Ну, это не будем вдаваться в подробности. Короче, приходит гуманитарная помощь с Германией. Маргарин, который никто не знал, что такое маргарин. Мы все удивлялись, как можно растительное масло намазывать на хлеб. На только сливочное масло было и растительное маргарин. Там был еще изюм. А изюм я не любил. И мы вот этот изюм, помню. Нас же трое было в семье детей. И вот мы все делили вот так вот кучками. А я от изюма отказывался. И все радовались, остальные. Потому что у них кучки были больше. А я настолько не любил изюм, что мне так обидно было. Пришла наконец-то гуманитарная помощь. А тут вдруг изюм. Что еще там было? Сурама. Вот это было сухое молоко. Ничего особенного такого, в общем, не было. Обычные такие, прям для выживания такой набор. Скажу, мюсли, они выглядят, кстати, неплохо. Они действительно поджаренные. Хорошие такие мюсли. Она здесь много. Вот кусочки ананаса здесь есть. И они прям хорошо поджаренные. Вот эти вот хлопья. Хрустящие. Даже вот шарики какие-то присутствуют. Воздушные шарики. Ну, это прикольные мюсли. Заливай-ка им все это вот так вот. Сливочками. Видите, кстати, прикол. Сейчас давайте достанем молоко, которое у меня уже из светофора. Месяц лежит. Посмотрим, что-нибудь стало с ним? Нет. Помните, я купил молоко. Называется вот в последнем обзоре из светофора. Положил его в холодильник и спросил, как думаете, что с ним станет, не станет? Ну, вот спустя месяц. Молоко не молоко. Что обычно с молоком происходит? Оно сворачивается, превращается в такую кисломолочную смесь. Ну, это если молоко. А если это не молоко, то с ним вообще ничего не происходит. Видите, ни кусочка, ни комочка. Только вот здесь, где на стенках вот это вот засохло. Видите, высохло как за месяц. Оно постепенно вот отваливается. Вот эта вот смесь. Может, на дне что-то там образовалось? Да нет. Все, вот одна вот эта вот белая. Напоминает, ну, чуть загустело, да? Напоминает какую-то грунтовку. Но это вот такая вот жидкость. Если за месяц с ним ничего не произошло, то что будет в желудке с этим? Оно же должно сбраживаться. Оно должно там как-то окисляться, ну, перевариваться. А если его бактерии не едят, то оно, значит, усваиваться не будет. Ну, вот так вот выглядит молоко, которое не молоко. Из чего сделано? Я не знаю, из чего оно было сделано. Давайте пробовать вот это. Сливочки пробуем вот такие на завтрак. Точно не сливки. Какого-нибудь осадочка здесь не было тоже. Ну, смотрите. Вот тоже, когда берешь сливки, там сверху обычно такой осадочек бывает какой-нибудь. Но оно тоже неоднородное. Это прям полностью однородное. А хотя вот там чего-то на дне. Попробуем тоже оставить, нет? Сам завтрак оцениваю на твердую четверку. Это отлично. Молоко, можно сказать, что это молоко процентов на 5. Вот такой жирности, но не 10% сливки. Поэтому невысокая оценка вот этому продукту. Ну, напишите в комментариях, кто пробовал. По ощущениям это не сливки. Обычное молочко такое жирненькое. Пойдет. Поэтому съедобно. Новый день продолжается. У меня сегодня уже все наготовлено. На всем готовом, Серега, будет царский обед. Сегодня первое и второе. Все достаем из холодильника, все разогреваем. Посмотрите. Ну, шикарно. Итак, в подробностях. На первое овощной супец. Ну, правда, на курином бульоне там, на костях. На второе без строганов и свинины с гречкой. И чай. Налетай, побеждай. Но если ты хочешь хотя бы немножко, чтобы было бы вкусно, если ты закупился в светофоре, должен покупать и готовить. Ничего готового в светофоре не бывает вкусного. Ну, кроме мороженого. Мороженое я ел. Ну, и за редким исключением бывают некоторые консервы. Но в основном проще купить вот хотя бы что-то и приготовить. Здесь у меня целая заготовка получается. Часть, которая с салом, это я засолю. Самый простой быстрый рецепт. Просто засаливаю. На пару дней оставлю в холодильнике. А вот эти аппетитные кусочки мы отправим в духовочку. Мясо, кстати, охлажденное. Я его не замораживал. Поэтому вытекать сильно не должно из него. Ножом протыкаю. Туда чесночок засовываю. И соевым соусом. Еще острым вот таким корейским соусом. И заворачиваю в фольгу. Все по простенькому. Все по-домашненькому. Оставшийся кусок реберный. Там тоже мяско есть. Нормальный, кстати, такой хороший кусочек. На один раз точно хватит покушать. Приготовим для него замазку. С растительным маслом. Тут уже толченый сушеный чеснок. Прованские травы итальянские. Все это смазываем, замазываем со всех сторон. И также заворачиваем в фольгу. Мясо должно пропечься. Поэтому фольгой хорошенечко так завернул. Но оставил, чтобы выходил пар. Чтоб не разорвало. Тут я наткнулся. Совсем забыл. У меня же еще фейхуа. Протертая с сахаром. Баночка из светофора 150 рублей стоила. Фейхуа очень вкусная. Ароматная такая штуковина. На компот. Но с сахаром. Сейчас я открываю эту баночку. Смотрю. Пахнет сахаром. Аромата вот этого волшебного. Ну совсем не пахнет. 2 ложки если на чашку. То напиток слабенький получается. И аромата мало. В принципе вещь съедобная. В хозяйстве не пропадет. Но компот получается слабенький. Попробую в следующий раз 3 ложки положить. Прошел примерно час. Открываем духовку. И здесь нужно теперь фольгу открыть. Чтобы мясо поджарилось. Подрумянилось. Засовываем обратно. И жду примерно еще полчасика. Время уже позднее. Хочется уже спать. Но есть тоже хочется. Хотя я налопался в обед. Я прям от души наелся. Даже мясо немножко осталось. Поэтому я даже гарнир не стал готовить сегодня. У меня вот мясо такое. Мясо сякое. Поэтому я планирую сегодня просто объесться мясо. Мне уже спать хочется. Пока ужин приготовишь. Пусть еще подрумянится. Здесь соус. Еще переверну на бочок. Чтобы он в этом соусе еще с бочка немножко так потомился. А ребрышки давайте мы их вот так поднимем. И вот сверху. Чтобы запеклось. Вот так вот оставим. И еще минут на 10. И будем есть. Чтобы вот это вот тоже подрумянилось. Давайте по старой доброй традиции. Хотя я про нее частенько забываю. Вы мне в комментариях напоминаете, кстати. Чтобы я читал ваши комментарии. А то вот так вот сел, поел. А почитать комментарии ты и забыл. Серега, давай на чижике. Светофор уже много раз был. Ребят, давайте. Будет на чижике. Следующая неделя, которая будет. Это будет на чижике. Обязательно. Чижик мне даже больше нравится, чем светофор. Если в Волгограде увидите чувака, который хомячит в машине. И сам с собой эмоционально разговаривает. Сто пудов Серега. Да. Это я. Ну вы же написали, чтобы я не стеснялся и ел в машине. Поэтому, как говорится, жанр требует. Вернее, обстоятельства требуют. Ну ничего страшного. Зимой сложнее. Зимой холодно. А летом нормально. Масло не масло. Вот еще масло. Нету масла. Цитата великих людей. Спасибо, ребят, всем огромное за комментарии. От души. Светофор такой светофор. Ну ты заходишь туда, смотришь. Ходишь, ходишь, ходишь. Это я уже знаю, что примерно можно купить. А если просто зайдешь. Глаза разбегаются, а купить нечего. Масло не масло. Ну, такие дела. Хотел бы, чтобы что-то было съедобно. Чтобы это было более-менее вкусно. Готовьте сами. О, что-то у меня шумит. И вот, берете мясо. Не ленитесь. Вы видели. Вот один кусок, да, вот так. Сразу. Разделываете. На первое, на второе, на сало, на третье. Вот, видите, 5 минут. И у вас на неделю мясо приготовлено. 200 рублей за килограмм. Это лучше, чем сосиски по 200 рублей. Там точно мяса нет. А это у вас будет и салка. Вот я сейчас, ну, тоненькая салка. Нормально. Мясо остренькое. Обычные ребрышки. Все в дело пойдет. Можно супчик сделать, да, на ребрышках. Все можно. С бульончиком. Сейчас я это буду еще и мяско есть и туда макать. Вот этот кусочек. Он просто очень вкусный соус. Тут снизу. Я его переверну сейчас еще на другой, на другой бачок. Он острый. И это мясо, чтобы все пропиталось до последнего. Вот так вот. И оно еще чуть-чуть подрумянится. И будет такая вкуснотища. Просто. Ну, это на завтра уже. Оно остынет. И прям вот пусть настаивается. Вот там. Вот такие получились ребрышки. А это вот сейчас вам покажу. Вот такая вот вкуснотища получилась. Это ребрышки. Ну, с мясом тут. Я не все мясо отрезал, обрезал. Как обычно в светофоле покупаешь ребрышки, а там нет ничего. Но если отдельно ребрышки берете, то прям срезают вообще просто. А здесь я специально наставил, чтобы с мяском было. Вот такая вот вкуснотища. И мы сейчас это как с бульончиком. Ой-ой-ой, ребята, что происходит? Я надеюсь, у вас точно там что-нибудь тоже есть вкусное. Итак, горячее просто. Я сейчас захлебнусь, ребят, слиняем. Пока нарежу это все. Ладно, давайте это есть. Итак, покажу, как это выглядит от первого лица. То есть, как я это вижу сейчас передо мной. Тут кусок мяса лежит. Это вот, смотрите, оно пропеклось хорошо. Там много специй. Пахнет невероятно вкусно это все. Огромная порция, конечно, для одного. Для того, чтобы приготовить вкусное, особо много времени не нужно. Просто немножко посыпали, помазали. Закинули в духовку. И будет у вас сейчас, вот представьте, насколько это все аромат по всей кухне. И я вот так сейчас этот кусочек так макаю, вот этот вот. Ну что ж, давайте пробовать, ребят. Приятного аппетита. Мурашки по коже. Это очень вкусно. Ну, с песни слов не выкнишь. Самое главное, оно не замороженное. Поэтому оно сочное внутри. Оно хорошо пропеклось. Оно не потеряло. Если бы я начал замороженное мясо готовить, оно вытекло бы все уже. Оно было бы сухое. И еще вот так вот в бульончик, в этот вот чесночный, масляный, со специями. Давайте еще попробуем фейхуа. Три ложки положил на этот раз. Ну, это прям очень густо получается. Пахнет, пахнет вареньем. Не пахнет этим фейхуа. Не, ну, в принципе, лучше, чем всякая химия, да? Просто сахар и перетертый фейхуа. Все. Но слабенький аромат. Даже вот три ложки я положил. Уже как кисель, но... Все равно чуть-чуть аромат, но так, ну... Слабенько. Свежий лучок. Тоже из светофора. Надо есть. Пачка большая. Вот этот вот еще кусочек съем. Вот эту бабушку. И тогда переключаемся на следующий день. Пока что все идет нормально. Ой, какая вкуснотища. Ммм, мм. Ну что ж, друзья. Утречка в очередной раз. День седьмой заканчивается. Это неделя выживания на светофоре. Я вспомнил, что у меня еще в духовке со вчерашнего я забыл мясо. Поэтому достаю только сейчас его. Разрезаю пару кусочков. И сейчас я взял себе перекусить. Просто я утром поехал. И совсем не до этого было. А сейчас уже можно покушать. У меня есть чай. Здесь кусок хлеба. Но он, правда, сладкий. Пару кусочков мяса. Я еще хотел взять орешки. Но орешки я забыл. Поэтому давайте есть мясо. Жирненькое мясо хорошее. О, как вкусно. Вкусно. Чесночком пахнет. Оно еще и острое. Вот видите кусочек чеснока. Вот такое мясо получается. Аппетитно. Конечно аппетитно. Чесночок. Нормально. Это все 200 рублей за килограмм. У меня получается сало солится. А сало видели ценник? Я зашел на рынок пару дней назад. Мимо проходил сало. 450. Вообще в шоке. А тут у меня получается. Вот такие вот кусочки тоже. Бешеных денег стоит, если в магазине брать. Пилучие ребрышки я вчера поем. Самый главный плюс, я еще раз скажу, что это было охлажденное мясо. Не заморозка. Так, сегодняшний завтрак я оцениваю на твердую пятерку. Это было очень вкусно. Мясо шикарное. Сейчас вернемся домой. Еще нужно рыбу приготовить. Она там третий день лежит. Я не знаю. Надеюсь нормальная. Деликатесная красная рыба. Не знаю, кижучая деликатеса, нет? Но приготовим. Доедаю кекс. Здесь у меня еще чай. И пойдем уже, я думаю успею, на обед рыбу сделаем. Я вернулся домой. Сейчас будем, надеюсь она живая эта рыба. Вот здесь не живая, она уже давно не живая. Надеюсь она еще не мертвая. Помидорки мои, кстати, все съели. Помните, сколько у меня было помидоров челия взял? Вот все, что осталось. Вот это вот забыл про них. Их все съели. Так, рыбу сейчас нужно разделать. Я хрустнула. Ой! Она реально хрустит. В позвоночниках. Мне кажется, не оторвется хвост, нет? Я прям беру, он говорит. Это называется щадящая разморозка была. Длительная разморозка в холодильнике. Действительно так, ребят. Если у вас замороженная рыба, то размораживать лучше медленно в холодильнике. Это такая большая пушка. Короче, 2 килограмма 300 грамм. Вот эта рыбка. Мы ее сейчас вначале все разделаем. Вначале вот так срезаем. Вот одну такую часть. Красивая, да? Теперь берем вторую часть. Вот так вот сейчас аккуратно. Доска маленькая. На хребте не переживайте. Все, что останется на хребте, мы это потом тоже съедим. Скажет точно лишнее. На доске ничего не получается сделать. Пипец неудобно. Это у нас вторая почти филе. Вот эта штука мы ее приготовим на ужин. Вот такой хребет. Здесь мяса много. Но мы ее не выкидываем. Отрезаем плавники. И на ужин сделаем очень вкусную штуку. Маленькие косточки вот так рукой проводите в обратную сторону. Они начинают вот видите торчать. Вот так. Опа. Вынимаются они всегда легко. Это очень вкусная рыба. Да? Да. У нас сегодня кижучи очень вкусная рыба. Когда-то очень многие... Вместо лосося берут кижуч, да? Когда увидели цены на форель, берут на кижуч. Сейчас самое сложное. Можно сделать было по-другому. Можно было почистить и пожарить на коже. Потому что жареная кожа это очень вкусно. Но я лентяй, как всегда. Поэтому я ее срежу. Почти все готово. Вот так. Пожалуйста. Вот такая получилась филейка. Вот это красотища. Можно посолить. Вот эту часть, серединку я пожарю. А все остальное вместе с тем куском буду засаливать. Но это уже вы не увидите, как я буду есть. Это засаливаться будет где-то сутки. А уже потом я буду это есть. Ну красотища же. Смотрите, какой плашмяк. Как солить рыбу? Ребят, очень просто. Вот так примерно. Ну чуть-чуть соли насыпал. И следующий кусок. Вот так. Прям по-простому. И без кожи. Тоже сюда же. И соли. И вот так по-простому у нас получится очень вкусно. Вот. Нет. Это не надо. Вот такой шмяк. Вот так. Вот такая вот у нас получается кастрюлька с рыбой. Завтра, то есть ровно через сутки, можно уже есть. Рецепт самый простой, как засолить красную рыбу. Если хотите соленую, можно так есть. Если хотите слабо соленую, то потом заливаете водой это все. Ну соль смываете, заливаете, оставляете на полчасика, лишняя соль уйдет. Обычно я так и делаю. Вот так целую рыбу разрезаю и засоливаю. Кусков получается много. Один кушаешь, все остальные в морозилку перекладываешь. И смотрите, ребят, самое главное, рыба хорошо впитывает запахи, поэтому обязательно нужно накрыть плотно крышкой, либо полиэтиленовым пакетиком, вот так вот, чтобы ничего не впиталось в нее. Ну, отдает. Да, она тоже и запахи отдает, но мы-то за рыбу сейчас переживаем, поэтому если она пропитается другими ароматами, это будет невкусно. Поэтому так плотненько закрывайте, никакого гнета, еще раз говорю, не нужно. В холодильник на сутки. Но это уже будет потом, потом это буду есть. Это очень вкусно, ребят. Все простенько солится. На обед будет все то же самое, только жареное. Рыбу вначале посолить, поперчить. Это еще проще, чем засолить. И на сковородку. Ну, сейчас разогреется масло. Я на сливочном люблю, но сливочного нет в светофоре, поэтому растительное масло сюда. Огонь средний, масло разогрелось. Выкладываем рыбку. Если есть веточка розмарина, можно положить. У меня нет. Выкладываем рыбу. И минут по 5 с каждой стороны. Не трогаем, пусть подрумянится. Пахнет, кстати, это очень вкусно уже. Аккуратно. Вот так переворачиваем. И это тоже. Добавлю чуть-чуть вот такого сушеного розмарина. Вот сюда по бокам. Для аромата. Если бы я добавил его сразу, он бы по маслу растекся, по всей сковородке. И я бы рыбу положил бы сверху. Он бы прилип и сгорел бы на рыбе. Когда с веточкой, веточка отдельно лежит. А если с сушеным, то только сейчас вот добавляю, когда уже рыбу перевернул. Итак, наша рыба готова. Приятного аппетита. Достаем на тарелку. Небольшой кусочек у меня отвалился. Но вот если с кожей, он так сильно не разваливается. Ну, в принципе, она даже не развалилась. Смотрите. Такая вкуснотища получается. Если кто любит с лимоном, вкус рыбы с лимоном, то можно еще дольку лимона сюда добавить. Но мы с Настей не любим это дело. Если нравится, добавляйте. Ни мне, ни Насте не нравится. Поэтому парочку. Если есть зеленушка, то тоже можно сюда. Вот так. По-простенькому. Вот так. Приятного аппетита. Вот это светофор. Вот это я понимаю. Настя, иди налетай. Пока горячая. Пахнет, ребят, очень вкусно. Рыба, кстати, немного суховата. Но это, мне кажется, жучий такой. Он не сильно жирный сам по себе. Поджарилось хорошо. Я не сильно ее ужаривал. Но достаточно приятная, мягкая еще. Очень вкусная. Чуть перченая, соленая. Идеальная, ребят, рыбка. Очень вкусная. Если посчитать по стоимости, это даже совсем недорого получается. Вот такой кусочек. Здесь грамм 200. То есть, если по 400 рыба стоит, то это около 100 рублей. Порция. Это очень дешево. Сейчас консерва стоит 100 рублей. Там даже столько рыбы нет. Если в светофоре не покупать всякую гадость, а поискать, с чего можно приготовить, то получается можно. Можно готовить. Даже вкусно получается. Еду этому, ставлю заслуженную пятерку. Очень вкусно. Прям. Я бы сейчас ел. Но соленая рыбка тоже вкусно. Хорошая неделя была. Компот. Так. Спаржа. Вторая банка. Открыл зря. Не хочется ее есть. Так вкусно было. Не хочется портить. Перебивать спаржи этой невкусной. Вода никакущая. Поэтому, может, потом в голодный век ее доем. Переключаемся на ужин. На ужин будет очень вкусно. Обещаю. Погнали. Наступает время ужина. И я обещал сделать его вкусным. Вот из этих остатков рыбы. Но там действительно много еще мяса. Поэтому не пропадать добру. Будем готовить самый вкусный, который я умею готовить. И рецепт доширака. Скелет рыбы большой. И мяса там много. Поэтому разделю порционно. Для одной порции мне хватит этого хвоста. Это даже и этого много. Готовится это все максимально быстро. Закинул в кипящую воду. Буквально 2 минуты. И все мясо с костей уже легко отделяется. Скелет достали. Вот это все достали. Сюда сразу закидываем фунчозу. Ей варится там совсем чуть-чуть. Поэтому быстрее отделяем все мясо. Оно прям отходит легко, как вы можете видеть. Ложкой, кстати, быстрее отделять, чем вилки. Там ни за что не зацепляется. И если, кстати, вы готовите голову или с чешуей, то я еще бульон обычно процеживаю через сито. Но здесь максимально все просто. Закидываю мясо уже обратно. Что добавляем? Добавляйте все, что хотите на ваш вкус. Я показываю, что я делаю. Чесночка прям чуть-чуть. Потом кочудяна. Это такая ферментированная перцовая паста. Она очень острая, поэтому тоже вот чайную ложечку. Это и так остро будет. У меня есть вот такой еще соевый соус с грибным ароматом. Тоже вкусно будет. И один листик нори тоже приветствуется. Его порвать и ножничками порезать тоненько. У нас практически все готово. К этому времени фунчоза уже развалилась. Сушеный уже лучок из светофора. Я его поставил сушиться. Измельчить и добавить. Вот такая получается вкуснотища. Ребят, вы себе не представляете, как это вкусно пахнет. Я, кстати, однажды приготовил ради эксперимента. Не говорил, из чего это сделано. Приготовил такой доширак, дал местным. Ну, конечно, всем понравилось. Ну, спрашиваю, из чего это сделано. А я говорю, угадайте. Они все перечислили. И говядина, и курятина. Я потом уже только говорю, рыба. Они такие, что, правда, что ли? Но непонятно сразу. Он бульон насыщенный. Здесь все вкусы перемешиваются. И остроты немного есть. Рыбой, конечно, тоже пахнет. Вы, может, если ни разу не пробовали рыбный доширак, вы, может, думаете, что это что-то невкусное. Но вы попробуйте, сделайте. Это мурашки по коже, ребят. Это просто вот. Я сейчас смотрю на эту огромную тарелку. Она у меня уж переваливается из краев. Чтобы... Надо просто один раз попробовать. Это настолько вкусно. Так, давайте есть. Я здесь делал с фунчозой, но она быстро становится очень мягкая. Поэтому в этом рецепте лучше использовать пшеничную лапшу. Обычный удон. Пшеничная лапша такая. Берете в экспрессе, часто продается. Ну, или где-нибудь. В общем, можно просто с фермишелью. Потому что с фунчозой она слишком уж быстро мягкая становится. Поэтому лапшу убирайте лучше. Я обычно делаю с головами, с рыбьими головами. Ну, чтобы не выкидывать, с них такой вкусный бульон получается. А здесь он не жирный получился. Здесь просто мясо. Но когда с головы, очень вкусно. Давайте подводить какие-то итоги. 7 дней на светофоре. Но самый главный вывод готовить самому. Потому что все, что готово в светофоре, есть практически невозможно. Очень за редким исключением. Что-то, если возьмешь готовое, консерву какую-нибудь. А если уж маяк не брать в расчет, то в самих светофорах фруктов очень мало. По такой же стоимости можно примерно прям по такой же стоимости. В основном, ребят, в основном. Я не говорю, что тоже опять за редкими исключениями. Когда находишь помидорки черри, очень дешевые. Ассортимент в светофоре совсем стал плохой. Совсем выбрать нечего. За тройные палеты. Один и тот же товар лежит. На весь холодильник растягивают. Одно тесто, одни пельмени. Хотя можно было бы что-нибудь выложить. Плюсы тоже есть. Тапки дешевые. Серп. Тяпка, хвостовары, лейки. Все это есть светофор. У меня, наверное, все уже есть. Все, что можно было, я уже купил. У меня все это есть. Тяпки, лейки. Шланг, кстати, сетка. Но в продуктах. Если не знаешь, что покупать, то, скорее всего, возьмешь что-нибудь не то. Мясо, если будет охлажденка, берите охлажденку. Если рыба вот такая большая, да кижуч, да, по 400 рублей. Ну, это шикарная рыба. Очень вкусная, кстати. Берите. На этом выживание на максималках заканчивается. Целую неделю запросто можно прожить. Питаясь из светофора. Вот, если готовить, конечно, я еще расскажу. Встречаемся здесь же, на этой кухне. Жду вас, как всегда, через пару дней. Увидимся. Хорошего настроения. Готовьте, не ленитесь. Иначе, ну, никак. Иначе за те же деньги вы просто будете жрать абсолютную гадость какую-то. Ну, если в светофор идете. Увидимся. Пока.